Сегодняшняя тема. Чаще всего аутодонорство используется при операциях на суставах. Но и при любой плановой операции можно обсудить с заведующим отделением вероятный объем кровотечения и возможность аутопереливания. Как правило, кровь сдают за 2-4 недели до операции или родов. Можно было бы и раньше, но большинство стационаров не могут хранить ее дольше 35-40 дней. Будущие мамы тоже могут посоветоваться с доктором, который их ведет, относительно заготовки крови. Для них это может стать даже более актуальным, поскольку вероятность неожиданного кровотечения в родах намного выше, чем во время плановой операции. Но можно застраховать себя и от совсем нежданных кровопотерь, скажем, при ДТП и других непредсказуемых ситуациях. Сдавать для себя кровь, на всякий пожарный, врачи особенно советуют представителям, рискованных профессий, полицейским, сотрудникам МЧС и всем, кто не уверен в завтрашнем дне. Сделать это можно в городской больнице номер 4, Святого Великомученика Георгия. Плазма там может храниться до полутора-двух лет, а вот красная кровь, эритроцитарная масса, не больше 40 дней. У городской станции переливания крови возможностей побольше. Например, эритроцитарную массу они могут хранить до полугода. Если кровь вам не потребуется, то незадолго до окончания срока хранения ее отдадут нуждающимся. Однако, по словам главного врача Петербургской городской станции переливания крови Владимира Краснякова, запастись собственной кровью, на всякий пожарный, за последние 10 лет не захотел никто. Где в Петербурге сдать кровь, можно узнать здесь Елена Ртищева. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.